Всем привет! Добро пожаловать на очередной урок курса «Русский для бизнеса». Сегодня мы поговорим про время. Давайте для начала прочитаем диалог. Ты сможешь закончить отчёт по продажам к среде? Ты сможешь закончить отчёт по продажам к среде? Не уверена, там много работы. Ну, тогда в течение недели. Нет, я смогу закончить его только к концу следующей недели. Тебя устроит? Тебя устроит? Думаю, да. Думаю, да. А как насчёт коммерческого предложения? Предложения. Коммерческого. Коммерческого. Предложения. Пред-ло-же-ни-я. Пред-ло-же-ни-я. Предложения. Коммерческого предложения. Клиент просит отправить его как можно быстрее. Клиент просит отправить его как можно быстрее. Я начну его составлять прямо сейчас. Я начну его составлять прямо сейчас. Ты сможешь отослать его до обеда? Ты сможешь отослать его до обеда? Да, конечно. Конечно. Да, конечно. Отлично. Спасибо. Отлично. Спасибо. Увидимся в среду. Увидимся в среду. В среду? В среду? Да, в среду. 15.00. Да, в среду. 15.00. У нас совещание после обеда. Помнишь? У нас совещание после обеда. Помнишь? Точно. Я забыла. Точно. Я забыла. Молодцы. Отлично. Давайте посмотрим на выражение времени. К среде. К среде. К среде означает до среды. То есть в среду, но еще можно и в понедельник, и во вторник. К среде. То есть не позже среды. Раньше можно, позже нельзя. В течение недели. В течение недели. То есть с понедельника по пятницу. К концу следующей недели. К концу следующей недели. Внимание! Мы не говорим к концу. Мы говорим к концу. Длинная к концу следующей недели. Как можно быстрее. Как можно быстрее. То есть очень быстро, срочно. Прямо сейчас. Прямо сейчас. До обеда. До обеда. То есть не позже обеда. В среду. В среду. В отличии от к среде, то есть не позже, чем в среду, а именно в понедельник, во вторник или в среду, то в среду означает именно в среду, не в понедельник, не во вторник, в среду, в среду, в пятнадцать ноль ноль, ровно, точно, пятнадцать ноль ноль, после обеда, после обеда. Перейдём к практике. В левой части экрана у нас есть предлоги. К, в, как, к, до, в, после, прямо. В правой части экрана вторая часть наших выражений, а именно сейчас, обеда, в течение следующей недели. В среду, обеда, в среду, среде, к концу следующей недели. Можно быстрее. Давайте попробуем соединить обе части наших предложений, то есть выражений. Посмотрим, какая часть подойдёт к предлогу к. Давайте подумаем. К. Да. К концу следующей недели. К концу следующей недели. Правильно. В течение следующей недели. В течение следующей недели. Хорошо. Как, 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 как можно быстрее, да, как можно быстрее. К, вторая, к. В, к среде, к среде. До, до, до обеда. до обеда в среду в среду в среду после после обеда после обеда прямо прямо сейчас отлично молодцы супер ну что же теперь вы знаете как говорить о времени в русском языке молодцы отлично поработали время прощаться мне нужно идти но я надеюсь увидеть вас на следующих занятиях пока пока